Такие надписи сегодня утром огорошили сразу нескольких рязанских должников, а вместе с ними и других жителей, изрисованных маркером подъездов. Обнаружив в одной из групп социальных сетей эти фотографии, на которых можно увидеть откровенные угрозы должникам по кредитам, наша съемочная группа выдвинулась по одному из указанных адресов – улица Керамзавод, дом 27. Это вот порезали провода. Да, вот, да. И тут вот, там, надпись, по-моему, на третьем этаже. На третьем, высшем этаже, ага. Как мы можем видеть, послание коллекторов одному из должников, жильцов этого подъезда, с утра уже было оперативно удалено, остались только разводы. Только вот воспоминания у этого самого должника вряд ли в скором времени выветрятся из памяти. Надписи в подъезде затерли довольно оперативно. Оставленные маркером сообщения содержали в себе откровенные оскорбления и пожелания молиться. Стоит ли говорить о том, что такие меры в качестве выбивания долга наравне с угрозами физической расправы являются неправомерными? К нам часто приходят люди, которые жалуются в том числе на то, что их ребенка хотят заразить СПИДом. Да, это было реально обращение человека, которое послужило в дальнейшем написание заявлений в прокуратуру о возбуждении уголовного дела. Если речь идет о, в том числе, оскорблении публичном, что является вот этими надписями, то я понимаю, что это состав не только административного судопроизводства, но и уголовного деяния, то можно предъявлять требования и о компенсации морального вреда в результате распространения сведений, порочащих честь и деловую репутацию гражданина. Само собой говорить о том, что такого рода меры опасны, вряд ли можно. Но морально такие пожелания должника точно выбьют из колеи надолго. Мы не защищаем неплательщиков. Берешь, будь добр, отдавать. Но нельзя же доводить людей до нервного срыва и унижать их достоинства в том вопросе, который решается цивилизованно через суд. Не получат ли такие конторы иск первыми от оскорбленных граждан?